Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь празднует память великого учителя и святителя Иоанна Златоуста. Читая за богослужением, Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 9 по 16. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, Аз есм дверь, мною ащи, кто внидет спасется, И внидет, и изыдет, и пажет обрящет. Тать не приходит, разведу, крадет, и убьет, и погубит. Аз приедог да живот имут, и лишше имут. Аз есм пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А наемник и женись пастырь, ему женисуть овцы своя, Видит волка грядущий, оставляет овцы и бегает, И волк расхидит их и распудит овцы. А наемник бежит, як а наемник есть, и не родит овцах. Аз есм пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя. Як уже знает мя отец, и аз знаю отца, И душу мою полагаю за овцы. И ины овцы имам, я же несуть от двора сего, И ты ими подобает привести. И глаз мою слышат, и будет едино стадо, И един пастырь. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. Я есм дверь, кто войдет мною, тот спасется, И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есм добрый пастырь. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есм пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, И тех надлежит мне привезти, И они услышат голос мой, И будет одно стадо и один пастырь. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, Не является притчей в прямом понимании, Но имеет иносказательный характер. Господь сравнивает себя с пастырем, А людей с овцами, ради которых он готов положить свою жизнь. Закон Моисея четко оберегал хозяина животного, Отданного пастуху и самого пастыря, Устанавливая определенные правила. Если кто отдаст ближнему своему осла, Или вола, или овцу, Или какой другой скот на сбережение, А он умрет, или будет поврежден, Или уведен, Так что никто сего не увидит, Клятва пред Господом добудет между обоими в том, Что взявший не простер руки своей На собственность ближнего своего, И хозяин должен принять, А тот не будет платить. А если украден будет у него, То должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, То пусть в доказательство предоставит растерзанное, За растерзанное он не платит. Если пастух принесет часть растерзанной туши, То он освобождался законом от ответственности за животное. Но чаще всего добросовестные пастухи Старались отбить животное у хищников И сберечь веренное им стадо. В еврейской культуре образ пастыря был широко известен. Пророки не раз использовали его в своей проповеди. Да и в самом тексте священного писания Ветхого Завета Мы находим потрясающие примеры, Как будущие великие пророки и цари Находили признание в обществе, Демонстрируя свое мужество, будучи пастухами. И сказал Давид Саулу, Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь И уносил овцу из стада, То я гнался за ним и нападал на него, И отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, То я брал его за космы, И поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. Нередко происходили трагедии, Когда пастухи, защищая свое стадо, погибали. И чаще всего это случалось не по вине диких животных, А по вине диких людей, разбойников, Которые стремились похитить овец. Спаситель не просто сравнивает себя с пастырем. Он стремится раскрыть подлинное свое служение в мире. Он тот, кто полагает жизнь свою за овец. Ему уже угрожали смертью, Но он не оставляет того дела, Которое ему поручил небесный отец. Он собирает воедино, Разогнанное нерадивыми пастухами, Не только стадо Израилева, Но и овец, Которые не сего двора, Дабы привести всех, Кто откликнется на его призыв, К одному пастырю, Истинному Богу. Святитель Иоанн Затауст пишет, Не смущайся тем, что он говорит, Которые не сего двора. Это различие только по отношению к закону, И тех надлежит мне привести. Этим показывает, Что те и другие были рассеяны и смешаны, И что те и другие не имели пастырей, До пришествия доброго пастыря. Затем предсказывает и будущее их соединения, Что они будут одно стадо. К сожалению, на протяжении многих веков Иудейским обществом управляли В основном не пастыри, а наемники, Чья задача была не вести людей к Богу, А получать прибыль. А потому они ставили свою жизнь, Своё благосостояние, Выше потребностей народа, Выше Божьей заповедей. Александр Павлович Лопухин Так пишет о наемниках. Это те, чему по печенью Христос поручил Свою Церковь, Но которые часто не хотят Отдавать всю свою любовь На благо людей, Порученных их по печенью. В особенности же это относится К тогдашней иерархии, Которая не хотела ничем Жертвовать для народа, Которому много вреда Причиняли ироды, Светская власть и фарисеи. Господь, дорогие братья и сестры, Открывает нам в Себе Истинного доброго пастыря. Он не боится смерти Ради тех, кого возлюбил, Ради тех, о которых он говорит, И знаю моих, И мои знают меня. И чтобы стать частью Стада Христова, Которое он сохраняет Ценой своей жизни, Нужно довериться Своему пастырю, Следуя беспрекословно Его святой воле. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...